А у вас дома уже есть горячая вода? Активисты выяснили, в каких районах города летом чаще всего были перебои. Некоторые жили без воды месяцами. Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. За сутки на территории области произошло четыре аварии. Один человек погиб. Таковы данные от госавтоинспекции. А сколько ДТП зарегистрировали за уходящую неделю? Кроме мусора ничего не видно. Кировчане возмущены состоянием филейского кладбища. Территорию никто не прибирает. Активисты Народного фронта все взяли в свои руки. Долги только копятся. В России предложили закрыть все микрофинансовые организации. В чем причина такого радикального предложения? Гастрофестиваль, футбол и субботник. В выходные скучать не придется. Расскажем, как и чем себя развлечь в ближайшие два дня. Каждая вторая девушка хочет открыть свой бизнес. Женское ли это дело? Мнение высказали прохожие на улицах Кирова. Поделимся самыми интересными ответами. За прошедшие сутки в области произошло 4 ДТП. Четыре человека получили травмы, один погиб, сообщают в ГИБДД. Смертельная авария произошла в Яранском районе. На 207-м километре автодороги Киров-Советск-Яранск столкнулись два автомобиля «Газель». В результате один из водителей, 38-летний мужчина, погиб. Второй, 41-летний кировчанин, получил травмы. Всего за уходящую неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 20 травмированы. Чаще всего ДТП были связаны со столкновением транспортных средств и съездом с проезжей части. Государственная инспекция Кировской области напоминает о соблюдении оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям. В выходные дни на территории Кировской области пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Парковка у аэропорта станет в два раза больше. В Победилово начали асфальтировать прилегающую территорию. Подрядчик уже уложил первый слой асфальта на площади. Если погода позволит, оба слоя асфальтобетонной смеси нанесут в выходные в работе 6000 квадратных метров. После того, как все покрытие будет готово, на него нанесут разметку, сделают обочины и новый забор. На расширенной парковке можно будет разместить до 250 машин. Раньше вместимость была в два раза меньше. Параллельно идет работа над созданием отдельной закрытой стоянки для сотрудников аэровокзала. Срок окончания всех работ по благоустройству территории Победилово – конец октября. Ремонт здесь приурочен к празднованию 650-летия города. Это территория аэропорта. Делаем стоянку для транспорта посетителей. Здесь просто был грунт, как бы площадка в грунте. Провели работы по основанию, слой песка, слой щебня и два слоя асфальта. Плюс разметка будет еще. В дальнейшем будут обочины и 3D-забор. Здесь не транзитный транспорт, а именно просто стояночные места. Нагрузка будет минимальная. Раскопки есть, а рабочих нет. Кировчане по месяцу и больше жили без горячей воды. Сезон гидравлических испытаний подходит к концу, и активисты Народного фронта собрали жалобы тех, кто этим летом дольше всех ждал полноценного водоснабжения. Большое количество обращений, в частности, поступило из района АЦМ Мельникова, Гайдара Чернышевского. В среднем жители этих домов сидели без горячей воды по полтора месяца. Они жаловались, бегают с тазами и ведрами, а во дворе никого. Рабочие появлялись редко. А в девятиэтажке Новоровского 133 управляющая компания только успевала менять объявления со сроками окончания работ. По законодательству 14 дней на гидравлические испытания, но в случае выявления дефекта, на устранение дефекта никаких нормативов не существует. Мы еще в прошлом году выходили на наших законодателей в городе Кирове для того, чтобы устранить какие-то сроки устранения вот именно этих дефектов. Но так как они не регламентированы на федеральном уровне, нам и ответили, что раз федералы не регламентируют, мы тоже регламентировать не будем. Хотя, на наш взгляд, такие возможности на муниципальном уровне есть. Представители Кировской теплоснабжающей компании уверяют, что и сами не против сделать опрессовку за несколько дней и, цитата, не захлебываться дефектами после нее. Но сети старые во время проверок давлением их рвет в любом случае. Вариант один – заменять как можно большие участки, где трубы новые, воду отключали на три дня, уверяют в КТК. Однако, оговариваясь, что действительно подрядчики есть разной степени ответственности. Наша задача – как можно быстрее дать людям горячую воду. Нынче ситуация намного лучше, чем в прошлом. Я посмотрел статистику по состоянию на сегодняшний день. Два года назад у нас было 378 домов без горячей воды. В прошлом году 260, нынче 189. Ровно в два раза меньше, чем два года назад. И это очень хороший показатель. Значит, сети мы меняем, движемся в правильном направлении. И напоследок добрые вести. У кого на АЦМ сейчас нет горячей воды, в КТК обещали дать в это воскресенье. И начать ремонт на Азино-Володарского, где сейчас жители также вынуждены пользоваться кто тазиками, кто водонагревателями. Съела шаурму и умерла. Трагедия случилась в Курской области с 23-летней девушкой. Причиной гибели предварительно считают протухшее мясо, которое сотрудники заведения тщательно солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил. По информации канала ШОТ, по уголовному делу задержаны два работника заведения. С ними сейчас общаются полицейские. 23-летняя Наталья вместе с коллегами-медсестрами во время обеда перекусила шаурмой. Всем троим позже стало плохо. Наталью увезли в больницу на скорый днем. И этой же ночью она скончалась от инфекционно-токсического шока. На данный момент известно о 15 случаях отравления. Опасен для здоровья. Это должны знать о продукте покупателей, считают эксперты здравоохранения. В правительстве рассматривается вопрос о маркировке вредных для здоровья продуктов питания. Особое обозначение должно располагаться на лицевой стороне. Оно укажет потребителю на превышение нормы калорий и вредных веществ. По рекомендации ВОЗ к таким продуктам могут отнести в том числе газировку, сосиски, сладкое, чипсы. В них может быть повышенное количество соли, сахара и трансжиров. Маркировка поможет людям избежать опасных покупок и сделать выбор в пользу здорового питания. Так считают эксперты. В России в настоящее время больше 50 процентов людей имеют избыточную массу тела и свыше 20 процентов имеют ожирение. То есть мы практически три четверти населения имеем с метаболическими нарушениями, то есть с нарушениями обмена веществ, которые могут предрасполагать, например, к развитию сахарного диабета. Вот почему, например, маркировка продуктов в плане содержания калорий очень важна. Мнение других экспертов по этому поводу собрал в своем итоговом выпуске новостей мой коллега Дмитрий Житарчук. Программа выйдет в эфир в эту субботу в 7 часов вечера на Девятка ТВ. Не пропустите. В Госдуме предложили закрыть микрофинансовые организации. Как пишут известия, такой законопроект подготовили депутаты. Народные избранники поднимают вопрос запрета на так называемые займы до зарплаты уже не первый раз. Как может повлиять закрытие таких организаций на экономику и что по этому поводу думают эксперты, узнавал Александр Бушмакин. Саша, почему вновь в Госдуме поднимается эта тема? Ну, смотрели, начну с того, что всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1055 таких фирм. И депутаты беспокойны тем, что россияне лезут в долговую яму. Только по итогам первого квартала этого года долг россиян составил 381 миллиард рублей. Такие данные публикуют издание Деловой Петербург. Что все берут до зарплаты? Ну, можно и так сказать. Сервис онлайн-кредитивный опубликовал статистику по этому поводу. Давай вот посмотрим. Наибольшая доля обращений за микрозаймами в этом году была связана с необходимостью россиян покрыть текущие расходы. Сюда входят повседневные траты, в том числе покупка электроники, бытовой техники и так далее. 32% назвали именно это целью кредитов. В топ-3 также вошли микрозаймы на непредвиденные затраты. Это 18%, 15% брали деньги на ремонт квартиры или дачи. А почему люди берут деньги именно в таких организациях? Там ведь проценты не маленькие. Ну, государство старается как-то регулировать это. Вот, например, с 1 июля этого года максимально возможная процентная ставка по микрокредитам снижена с 1% до 0,8% в день. Хочу заметить. Такие меры были приняты Банком России для уменьшения долговой нагрузки. Все-таки почему люди там берут? Потому что просто пришел и получил. Собственно, да, все очень быстро. Так же считают эксперты. К тому же все эти броски названий, деньги прямо сейчас, 5 минут только нужен паспорт и так далее. Это очень привлекает людей, которые попали в какую-то сложную финансовую ситуацию. Достаточно большое количество там их клиентов не имеет достаточно финансовой грамотности. То есть люди платят, например, берут займ, платят только проценты, и достаточно немаленькие. И через какое-то время там, по сути дела, долг не изменяется. Там люди платят, платят, они берут еще один займ, чтобы закрыть этот. То есть такая вот пирамида получается финансовая. Ну, а если предположим, что действительно закроют все эти организации, у нас экономика как-то пострадает от этого? Вот я пообщался по этому поводу с финансовым аналитиком Константином Селяниным. Он считает, что экономика наоборот от этого только выиграет. Никакого экономического смысла в их существовании нет. Ту функцию, которую выполняют МФО сегодня, выдача кредитов до зарплаты так называемых, спокойно могут выполнять обычные коммерческие банки. Более того, если поставить внимательно, то за последние вот эти 13 лет в существовании МФО резко снизилось количество региональных небольших банков и, наоборот, резко увеличилось количество тех самых МФО. Лена, вот ты сама как относишься к таким организациям? Я вообще плохо отношусь к долгам. Я считаю, что надо жить по своим средствам, а лучше как можно больше зарабатывать. Я с тобой согласен. Я вот отношусь лично скептически к таким фирмам. Я узнал, что думают кировчане вообще про микрозаймы. И ты знаешь, даже совет получил, что делать, если надо перезанять, как говорится, до зарплаты. Давай послушаем. Я считаю, что не нужны, потому что люди, как правило, не всегда думают правильно. Возьмут эти займы, а потом не знают, как их отдать. Ну вот я этим не пользуюсь, мне это не надо. Кому-то это надо, кто-то этим пользуется. Все. То, что некоторые неадекватные, не понимают этого, берут и берут и берут. А потом платить, платить и квартиру отнимают и все остальное. Ну, я думаю, нет, потому что там большие проценты по кредиту и, так сказать, люди могут взять и потом не рассчитаться. Если надо высрочно деньги, вот тогда куда обращаться? К родственникам. Так что это самый беспорядочный вариант. Ну, в общем, если что, то на крайний случай лучше уж у родственников попросить чем под 0,8% в день брать. Это точно всем жизни без долгов, а мы продолжаем. Субботник, гастрофестиваль и футбол. Выходные для кировчан. Подготовили много интересного. Расскажем, где, как, можно провести время с пользой. Об этом не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. ЛЖ-минер получил срок. В Кирово-Чепецке осудили местного жителя за фейковое сообщение о бомбе. В марте этого года мужчина, 39 лет, позвонил в полицию и сказал, что готовит взрывное устройство и может его использовать. В местоположении его вычислили, был отправлен наряд, но никаких запрещенных веществ не было обнаружено. Из-за вранья звонившего полицейские потратили время зря, хотя могли в этот момент помочь тем, кто действительно в этом нуждался. В ходе расследования этого дела выяснилось, подозреваемый раньше уже получал наказание за такое преступление. СОС согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры. Признал мужчину виновным. Назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Никакого почтения к памяти фронтовиков. Жители микрорайона Филейка возмущены. Настоящая свалка образовалась на местном кладбище. Филейская – одно из самых древних захоронений города. Пучи мусора копились годами, поэтому могилы оказались под завалами. Из-за них некоторые захоронения уже невозможно отыскать. Кировчане обратились с жалобой в Народный фронт. Его представители считают, что власти должны следить за состоянием кладбища. Посетители также должны поддерживать порядок. О данной проблеме общественники сообщили в прокуратуру. Посмотрите, здесь вот даже звезда. То есть, скорее всего, здесь похоронен какой-то фронтовик. Табличка, к сожалению, от старости даже выцвела. Уже невозможно прочитать имя. И что мы видим? Сломанное дерево, которое никто не может спилить, убрать. И рядом огромная гора мусора, которая выше меня ростом. Окунуться в яркий праздник жители города смогут в это воскресенье. 10 сентября в 12 часов дня на Театральной площади стартует фестиваль фестивалей «Старт». Кировчан ждут выступления творческих коллективов города. Там будут и песни, и танцы, и театральные постановки. Какие еще интересные мероприятия нас ждут в выходные, узнаем прямо сейчас. 9 сентября на территории дома Чарушина пройдет субботник. Все желающие смогут принять в нем участие. Необходимый для работы инструменты кировчанам предоставит Тир управления Первомайского района. В субботнике намерен поучаствовать и глава администрации Вячеслав Семаков. Напомню, власти города планируют в будущем отреставрировать здание. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Совершить полезное дело жители города смогут 9 сентября в 10.00 на Пятницкой в 15.00. Любители футбола в эти выходные смогут насладиться игрой своей команды. Кировская «Динамо» на выезде сыграет со вторым составом «Динамо Московского» в рамках второй лиги. От игры болельщики ждут зрелищности. Матч пройдет 9 сентября в 14.00 на стадионе в Химках. Информацию о прямой трансляции можно найти в официальных источниках футбольного первенства. С морчковой губницей и стабенским картофельным пирогом, гречишными блинами этими не только блюдами удивят на пешеходной Спасской 9 сентября. С 11.00 до 17.00 часов дня там будет проходить фестиваль вятской кухни. Кировчане отправятся в настоящее гастрономическое путешествие. Гости мероприятия смогут познакомиться с любимой едой предков, прослушать лекции по истории вятской кухни. Для взрослых и детей будут проходить мастер-классы. Также будет организована дегустация фермерской продукции и продукции местных производителей. Жители города увидят выступление шеф-поваров. После фестиваля мастера своего дела отправятся на крупную гастрономическую выставку в Москве. Каждая вторая женщина до 25 лет хочет открыть свой бизнес. Это результаты исследования в ЦИОМ. Однако являются бизнесвумен только 5% женщин-участников опроса. Чаще предпринимательскую деятельность ведут молодые люди, а именно от 25 до 34 лет. Более половины опрошенных россиян уверены, что у мужчин и женщин сегодня одинаковые шансы стать успешными бизнесменами. Однако четверть респондентов полагают, что у предпринимательства в России скорее мужское лицо. При этом предприниматели женщины активно ведут бизнес в самых разных отраслях. От небольших предприятий в сфере услуг и розничной торговли до создания собственных брендов. Мы спросили у кировчан в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», как они считают, смогут ли женщины самостоятельно создать и вести бизнес. И 67% опрошенных ответили, что пол в данном случае не имеет значения. 18% голосов женщины могут быть успешными бизнесвумен только в определенных сферах. И 9% считают, что лучше дамам сидеть дома и заниматься домашним хозяйством. А ответы с улиц города услышим прямо сейчас в рубрике «Мобильный корреспондент». Как вы оцениваете шансы женщин в бизнесе? Нормальные. Что значит нормальные? Выше, чем у женщин и мужчин? Ну хорошо. Нет, одинаково. От ума все зависит. Какие другие могут быть успешными? Многие считают, что у мужчин больше шансов. Ну не знаю. Женщин тоже могут быть успешными. Я об этом уже не думаю. Мне 70 лет. Ну какой для меня бизнес? Ну равноценные, точно. Женщины более, я думаю, что целеустремленные, нацелены на результат. Положительно. На сколько положительно? На пятерку. Я считаю, они даже лучше руководят. Да? У них больше шансов, чем у мужчин? Конечно. Это естественно деловая охватка женщин. Ну это от ума зависит. А от пола нет? Ну от пола, не знаю, нет, наверное. И женщины в успешном бизнесе, и мужчины в бизнесе успешны. Все добиваются, чего хотят. И не важно, какого пола? Нет. Многие считают, что мужчины более успешны. Нет. Очень много успешных женщин. А почему? Мужчины в этом, наверное, тоже виноваты. Усоко, так же, как у мужчин. На равных? На равных? Да, на равных. Как вы оцениваете шансы женщин в бизнесе? Максимально высокие. Вот кто-то считает, что у мужчин выше. Нет, это аж обычная точка зрения. То есть у женщин выше? Конечно. Они же женщины, у них богатая интуиция и внутренний мир. Оперативно следить за новостями удобно в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео по номеру, который вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. С вами была Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok